Мы ансамбль народной песни «Русский праздник». Наш коллектив существует уже 10 лет. У нас 5 голосистых, красивых девчонок, да, Лен? Да. Мы начинали с того, что исполняли сначала известные русские народные песни. На одном московском акапельном фестивале. И видим такой парень, красавец, стоит. Русский богатырь. Влюблялись! Еще как! И когда он начал делать вот этот вот битбокс, я не умею так, к сожалению. Мы поняли, что надо его брать. Чем мы его брали? Борщами своими. Пирожками. Заманили его вкусной едой. А потом постепенно у нас родилась идея исполнять фольклор в современной обработке. О, Надежда! Где моя Надежда? А, Надежда здесь. Надежда, наконец-то, фестолист. Вот это лист. Вы знаете, мы такие зажигательные. Что когда? Я не могу сказать. Когда мы выходим на сцену, мы поем и пляшем так, что под нами аж пол трещит. Появляются первые участники. Хочется спросить, на кого же вы деревню оставили? Все приехали. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Дорогие гости. Мы ансамбль народной песни «Русский праздник». Вы знаете, к сожалению, сегодня не принято считать форматом народной пения. Казалось бы, все это устарело и никому не нужно. Но мы подошли с самоиронией и попытаемся доказать вам обратное. Что это за слово такое «подошли с иронией»? А что доказываете? Нормально сейчас. Во-первых, многоголосий должно быть. Не хватало этого на проекте, чтобы было прямо вот это «а-а-а». Бейсболка у парня справа наталкивает меня на мысль, что будет что-то современное. Это же время стекло. Одна только жизнь, А может быть, забудем все И сбежим Навсегда Забуду имя, любимое, мое, мое имена Имя, любимое, мое, и непобедимая Любовь моя, мое имена Имя, любимое, мое, мое, любимое Я опять-опять Попытаюсь растаять все точки Попытаюсь понять Или даже принять на морочки Хит за пять, хит за пять Расставалась с тобой я тысяч раз Но пять-пять Попытаюсь носиться я вместе Я любимое, мое, мое, твоя симена Я любимое, мое, и непобедимая Любовь моя, мое имена Я любимое, мое, 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 любимое Забуду имя, любимая моё, и непобедимая Имя любимое моё, ты не победимая Любовь моя, твое имена, имя любимое, мое, непобедимое. Любовь моя, твое имена, имя любимое, мое. А может, мы забудем, все не спешим, навсегда. Ура! Группа «Русский праздник»! 96 экспертов почувствовали настоящий праздник. Ребята, вы куда? Вы куда? Уже на лидерской позиции. Они уже поняли, что все. Я понимаю, что это ваше место, но давайте вначале поболтаем. Бурановские бабушки, я смотрю, вы сразу же встали. Екатерина. Балдеж! Мне очень понравились они и костюмами, и пением. Молодцы! Браво! Спасибо! Балдеж действительно шикарно, окей! Достаточные русские песни! Молодцы, поклон вам! Но я могу сказать, что не у всех праздник сегодня на стене. Артем, что вас не впечатлило? Праздника я не почувствовал, ваше выступление мне не понравилось. Необходимо сохранять свою культуру и традиции. И если вы вышли вот в таком наряде, соответственно, вам необходимо было и подобрать соответствующий репертуар. Если вы уж взялись исполнять эту песню, нужно ее было исполнять иначе. На мыло! Не слушайте! Не слушайте! Кошмар! Сережа! Да! Защищай! Нет, на самом деле защищать не стоит, потому что 96 голосов за, 4, безусловно, эксперты имеют другое мнение, и они имеют на это право. У меня к вам вопрос. У вас все песни современные в вашем репертуаре, или вы все-таки специализируетесь на фольклоре, а сделали для нас вот такую специальную версию известной песни? Именно так. То есть специально для шоу? Да. Мы не побоялись. Это сделали. Молодцы, что вы такие экспериментаторы, что вы не побоялись, рискнули. И посмотрите, все сработало, риск оправдался. И зря вы сказали, что фольклор и народная музыка, она где-то куда-то не в моде, или что. Все, что современно сейчас, оно приходит и уходит. Так случается. А фольклорная музыка, она будет всегда. Было круто, было весело. И такое отличное начало шоу. Слушайте, подписывайся. Здравия.